Иисус 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 Благ наш Господь по милости Бога веки Благ наш Господь по милости Бога веки Вознеси свои руки, церковь, и скажи, что милость Его веки Благ наш Господь по милости Бога веки Милость Твоя обновляется каждое утро Благ наш Господь по милости Бога веки Пусть все народы, пусть все народы и все племена Придут и прославят царя и дворца Хвала Тебе! Халилуя! Хвала Тебе! Для того, чтобы есть! Вся хвала Тебе! Халилуя! Халилуя! Хвала Тебе! Халилуя! Хвала Тебе! Халилуя! Халилуя! Хвалуя Тебе! За то, что ты есть, за то, что ты есть. Аллилуйя! Еще больше славы! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя! Сегодня день, когда слабый скажет, я силен. Аминь! Церковь сегодня возрастет, укрепится и усилится, и будет действовать. Аллилуйя! Мы помолимся за наших детей. Библия говорит, что все от малого до великого будут научены Господом. И великий мир будет у сыновей наших и у дочерей наших. Слава Господу, что наши дети растут в присутствии Божьей славы, в атмосфере поклонения, прославления. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Боже, мы благодарим, Господь, что детей становится все больше и больше. Отец, мы благодарим, Господи, что ты даешь здоровье, крепость, целостность, семьям, родителям, Боже, рождать детей в благословении. Слава тебе, Боже, спасибо, Боже, в этом только твоя слава, Господь. Мы воздаем тебе славу за это, Господи, за каждого ребенка, за каждую семью, Господь. Слава тебе, от самого чрева ты благословляешь. Отец, спасибо тебе, Господь, что на этом поколении мантия твоего благословения, Господи. Слава тебе, что дети растут в помазании, и они помазаны от самого чрева, Господь. И они знамя для этого народа, для этого мира, для Украины. Господь, славим тебя, благословляем наших деток. Да пребудет над ними рука твоя, Господь, благодейшая рука Божья. Благослови, Господь. Мы молимся, Господь, чтобы ты, Господь, очистил здоровье каждого ребенка. Отец, мы молимся, и мы провозглашаем защиту, Господь, на каждого ребенка. Аллилуйя, Боже, благослови, защита от болезней и немощи. Боже, благослови и покрой во имя Иисуса. Мы молимся, чтобы детское служение укреплялось, распространялось и умножалось во имя Иисуса. Чтобы поднимались детские молодежные служители, пастыря, Господь. Дабы росла эта молодежная церковь, Господь, слава тебе. Дабы была открыта христианская школа, Господь, для этого города, Боже, для этой нации. Господь, ибо детей все больше и больше. Отец, слава тебе, благослови, чтобы был детский христианский садик во имя Иисуса. Боже, слава тебе, Господь, благослови. Мы призываем защиту крови Иисуса Христа на плод чрева каждой матери. Аллилуйя, кто ожидает в этом зале, кто дома. Отец, мы благословляем беременность, благословляем роды во имя Иисуса. И мы говорим, зло не приблизится к этим детям, к этим семьям во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы принимаем твое благословение, благословляем детей на воскресную школу во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава тебе, Божья! Аминь, Аллилуйя. Спасибо. Аминь, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 на нашей церкви дух отцовства, усыновления, аллилуйя, слава Господу, слава Господу. И у нас также есть сейчас о чем поблагодарить Господа. Вчера в Днепропетровске уже состоялась первая годовщина молодой церкви Эммануил. Аллилуйя, слава тебе Господь. Это говорит о том, что церковь уже способна рождать и приносить плод. И вообще в последнее время эти два знамения, призыв пастора в Европу и рост Днепропетровской церкви, это уже такой путь умножения и распространения. И мы поблагодарим Господа, мы помолимся, чтобы эти плоды умножались и распространялись. В Исаии 54, я буду читать 4 стиха, здесь сказано о распространении. И это после уже Исаии 53, где сказано о жертве Иисуса Христа. Когда заложено основание жертвы, благодати Божьей, тогда Бог начал говорить о распространении и расширении церкви. И церковь, она растет Божьей благодатью. Аминь. Возвеселись, неплодная, нерождающая. Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра Твоего, расширь покровы жилищ Твоих. Не стесняйся, пусти длиннее верви Твои и утверди колья Твои. Ибо Ты распространишься направо и налево, и потомство Твое завладеет народами и населит опустошенные города. Аминь. Слава Тебе, Господь! Отец, мы благодарим Тебя, Господь, что силой крови Иисуса Христа, силой жертвы, Господь, Ты воскресил Божьим нас, Господь, из тьмы. Господь, мы славим Тебя, что Ты родил церковь Твою на этой земле. Ты родил ее откровением Твоим, Господь, слава Тебе. Ты сказал, на этом камне я построю церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Боже, мы славим Тебя, славим Тебя. И Ты сказал, Ты распространишься, Ты утвердил это слово, распространение и расширение. Господь, мы славим Тебя, мы благодарим, что плоды этого умножения уже видны, они уже растут. Слава Тебе, мы благодарим Тебя за церковь в Днепропетровске. Боже, слава Тебе за это основание, которое Ты заложил через пастора. Господь, слава Тебе, что Ты через откровение Господь родил эту церковь и поставил, и Твоя научающая благодать взращивает ее. Слава Тебе, Господь, благослови, Отец, благослови, чтобы второй год церкви удвоил ее во имя Иисуса Божия. Благослови, благослови, мы провозглашаем плодоносность. Благослови в Днепропетровске, в Днепродзержинске, в Европе. Господь, благослови, Отец, расширь нас, распространи Духом Святым по всей земле. Так, как Ты хочешь, мы просим Твоего водительства. Мы открываем наши сердца, чтобы слышать и понимать Твою волю. Боже, направь в церковь и вышли делатели на жатву. Боже, благослови. Мы благослови. Мы благословляем паспера Вадима, его семью, его призвание нас ожидать, рождать новое, распространять, направлять гладкие камни, направлять дары служения. О, благословляем во имя Иисуса. Мы призываем защиту крови на его дом, на его семью, на детей. Благослови. Благослови, Господь. Аллилуйя. Подними на высоты, расширь шаг его. Боже, благослови. И рука Твоя, да почиёт на нём во все дни жизни, день и ночь. Аллилуйя. Благослови, Отец, во имя Иисуса. Возвысь церковь, Эммануил, на Украине. Возвысь, Господь. Подними Твой авторитет, Господь, нас. Слава Тебе, чтобы мы шли и наступали на смеи скорпионов, чтобы мы шли и благовествовали. Аллилуйя. Чтобы от малого произошла тысяча, от самого слабого сильный народ. Благослови, Господь. Аллилуйя. О, мы видим распространение домашних рук, распространение репцентра, распространение миссионерского служения. Боже, благослови, благослови во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Хвала Тебе. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Мы помолимся за Украину. И в последнее время произошли обстоятельства в Днепропетровске. Какие-то происходят политические движения. Вот. То, что мы не знаем. И слава Богу, что Бог защитил. Я так понимаю, что нет смерти. Нет смертей. Все люди были защищены. Вот. Пусть Господь благословит на всяком месте, во всяком городе этой защитой. Аминь. И Писание говорит об Украине. Ты утвердишься правдою. Будешь далека от угнетения. Ибо тебе бояться нечего. И от ужаса. Ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя, падет. Аллилуйя. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Аллилуйя. О, святой. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Слава тебе. Что ты возлюбил. Аллилуйя. Что ты покрыл милостью. Аллилуйя. Слава тебе. Боже. Что облака славы твоей. Покрывает Украину. Аллилуйя. Покрывает царей. Власти. Начальство. Президента. Аллилуйя. Благословляем эту землю. Благословляем. Возвышается Украина. Поднимается эта земля. Народ сидящий во тьме. Увидел свет великий. Давай сияет твой свет. Аллилуйя. В сердцах людей Украины. В сердцах правителей, князей. О, благослови. Благослови. Мы говорим защита. Защита. Мы говорим смерть. Не сбудется, не состоится. Террористические намерения. Да будут сокрушены. Аллилуйя. Ты сказал, кто не вооружится, против тебя падет. Аллилуйя. О, да упадут демоны, жаждущие смерти. Во имя Иисуса Христа. Мы призываем кровь Христа. На жителей Украины. На жителей каждого города. На каждую область. Кровь Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа. Нечистые духи. Да отступят от президента. Да отступят от депутатов. От всякого правителя. От мэров городов. Боже, слава Тебе. Мы провозглашаем полный контроль Святого Духа над Украиной. О, святый, Твоя рука. Да будет на всякой жизни. На всяком сердце. На всякой семье. Боже, благослови и покрой. Сохрани Украину. Во имя Иисуса Христа. И да будет сильное пробуждение. В эти дни, Господь. В эти годы. Ибо время уже близко. Ибо время коротко. Господь, слава Тебе. Благослови, чтобы Божий страх сошел на жителей Украины. Благослови, чтобы дух умиления и благодати коснулся сердец людей. Благослови, чтобы дух обличения привел к покаянию. Благослови, Господь. Боже, чтобы массовое покаяние людей на Украине привело их в церковь. Да наполняются церкви этой земли. О, благослови, благослови. Да будет омыта Украина кровью Иисуса Христа. Духом Святым, Словом Твоим. Боже, благослови. Дай нам силы быть благословением для тысяч людей. О, Святой, слава Тебе, слава. Господь, мы поклоняемся Тебе, Господь. Аллилуйя. Благодарны Тебе, что мы сокрыты в Твоем присутствии. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Иисус. Господь, мы открываем свои сердца, чтобы поклониться Тебе. Мы просим Тебя, приди, Дух Святой. Мы ожидаем Тебя. Мы хотим сегодня прикоснуться к Тебе. Хотим погрузиться в Тебя. Поведи нас в свои глубины. Мы хотим встречи с Тобой. Потому что мы знаем, что эта встреча изменит всю нашу жизнь. Господь наш, приди, наполни каждое сердце, каждую душу. Аллилуйя. Церковь, и пускай это поклонение будет нерелигиозным. Поклоняйся Богу. Может быть, ты никогда так не поклонялся, но сегодня открой свое сердце для Него. И поклонись Ему. Стань прозрачным для Него. Аллилуйя. Хвалите, хвалите Бога. бога небес, хвалите, хвалите, бога небес, хвалите все, в ком дыханье есть, хвалите, он наш творец. Хвалите, хвалите бога небес, хвалите, хвалите бога небес, хвалите всех, в ком дыханье есть, хвалите, он наш творец. Хвалите, хвалите, хвалите бога небес, хвалите, хвалите бога небес, хвалите всех, в ком дыханье есть, хвалите, он наш творец. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе вся хвала, тебе вся хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе вся хвала, тебе вся хвала. Вознеси свои руки к нему, скажи ему, Аллилуйя, скажи ему, как сильно ты его любишь. О, превознеси его церковь, поклонись царю царей, он твой творец, поклонись ему. Хвалите, хвалите бога небес, хвалите, хвалите бога небес, хвалите все, в ком дыханье есть, хвалите, он наш творец. Хвалите, хвалите, хвалите бога небес, о, хвалите, хвалите все, в ком дыханье есть, хвалите, он наш творец. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе вся хвала, тебе вся хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе вся хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе вся хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе вся хвала. Церковь, помолись какое-то время духом. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе вся хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, тебе вся хвала. О, Господь, мы жаждем Твоего огня, Иисус, изливай, изливай, Аллилуйя, мой Сух, Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе вся хвала, Тебе вся хвала, Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе вся хвала, Тебе вся хвала, Аллилуйя, Аллилуйя. он же прославляет тебя на слой величай мимо твоего можем открывать свои сердца и ожидает господа присутствует ожидаем твоей славы может от вас вот твоего прикосновения Дух жизни, наполни Господь наши души Дух жизни, исцели наши сердца Боже, прошу Тебя, коснись нас сегодня Дух Святой, Дух жизни, коснись нас сегодня Благодатью Твоей, наполни нас Господь Аллилуйя, Аллилуйя Тебе, Бог Бог Аллилуйя Тебе, Господь, вся слава Тебе вся хвала Аллилуйя Тебе вся хвала Тебе вся хвала Ты достоин принять славу и честь Иисус, Ты превыше всех небов Ты превыше всех богов Тебе, Господь Ты достоин принять Ты победил и достоин принять Аллилуйя Ты воскресе, достоин принять славу и честь Ты достоин поклонения Иисус, наш спаситель Наш искупитель Наш добрый пастыр Слава Тебе, Господь Слава Тебе, превыше Тебе, Господь Слава Тебе, Господь Аллилуйя 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 Тебе вся хвала Тебе вся хвала Аллилуйя 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 Тебе вся хвала Тебе вся хвала Аллилуйя 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 Мы взылаем Тебе, поклоняемся Тебе, наш великий Бог творит. Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе мой Бог хвала, Тебе мой Бог вся хвала, Аллилуйя. Аллилуйя, Тебе все хвала, Тебе все хвала, Тебе все хвала, Аллилуйя. А мы жаждем Тебя, Аллилуйя, А мы жаждем Тебя, аллилуйя. Аллилуйя, Тебе, наш великий Бог какой интереснейGER. а скажет сердце свое божье ожидаю тебя в своей жизни я ожидаю присутствующего твоего прикосновения я нуждаюсь тебе я полностью завершу от тебя и вот ты мой господь ты мой бог ты мой спаситель ты мой искупить мой целитель мой добрый пастырь мой обеспечить и все в чем я нуждаюсь иисус наполни мое сердце твоим огнем наполни мою душу твоим миром я открываюсь перед тобой в это утро господь я ожидаю тебя я открыт для тебя мой бог действо мне как ты желаешь я будет воля твоя в моей жизни аллилуйя 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 а а а в исцеляющий невидимой рукой коснись господь исцелимый бог каждого кто болен сегодня это мисс освободить тех кто связан с оттаной прямо сейчас дух святой освободи господь воду освободи господь церковь ты сказала что твоя церковь не отдаляет врата ада великий бог и я молю тебя сегодня и следуя помазали твою силу жизнь каждого человека на этом месте чтобы мы смогли сегодня пить от источника воды живой чтобы из нашего щева потекли реки воды живой по слову твоему господь его не сказал что кто будет пить воду которую ты дашь ему кто подойдет а сделаться источником воды текущей в жизнь вечную боже благословляю каждого жаждущего каждого ищущего каждого взрывающего к тебе господь ты сказал что мы насытимся мы получим господь от тебя то в чем нуждается то что просим то чего ищем господь да придет наша жизнь на дверь с небес нашу жизнь наши дома наши семьи господь во имя Иисуса Христа аллилуйя аллилуйя тебе вся хвала 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 бог это исцеляет от псориаза примите исцеление от псориаза во имя Иисуса Христа Дух Святой коснись 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 Господь коснись Господь коснись мой Бог ты видишь страдание своего народа Господь своих детей которые уповают на тебя Господь которые с верой простираются к небесам мой Бог аллилуйя я прошу тебя исцели прямо сейчас каждого кто болен во имя Иисуса Христа всякий дух не мощи болезни я связываю тебя на этом месте и изгоняю вон во имя Иисуса Христа я провозначаю исцеление жизнь свобода от боли свобода от болезни от страхов от депрессий от разочарования во имя Иисуса Христа Дух Святой наполни наполни жизнь твой народ наполни силой твой народ я свой аллилуйя Аллилуйя успехи Аллилуйя Аллилуйя valud Heil мой Бог слава тебе слава тебе слава слава Аллилуйя Аллилуйя иисус до 100 аллалуйя аллалуйя так же верю что бог сейчас исцеляет че-то кишечник бог исцеляет вас от спазмом будьте исцелены во имя иисуса христа боже спасибо тебе за исцеление в жизни твоих детей по имя иисуса ты не изменился господь и все тоже мы благодарны тебе господь спасибо тебе могу за исцеление славя тебя господь благодарим тебя мой бог что сегодня господь ищущий находит просящий получает стучащему отворяют по слову твоего господь просто сейчас сферы прими исцеление от той болезни которая есть в твоем теле просто скажи господи я принимаю исцеление в свою жизнь ранами иисуса я исцелен и я благодарю тебя господь за исцеление от называть свою болезнь за исцеление остеохондроз за исцеление заболевание почек называет заболевание суставов принимайте сейчас исцеление по зла шай я принимаюсь головной мозг во имя иисуса и стая принимая исцеление аллайуя в легкие сердце принимая исцеление аллайуя боже мы принимаем исцеление нервную систему господь гости мы принимаем исцеление аллайуя слово живого бога исцеляет нас во имя иисуса и христа боже слава тебе господь аллайуя 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 дай богу слава на 100 слава тебе слава тебе сегодня друзья хочу проповедовать на тему важную тему верят у нас благословит религия или иисус назвал назвал я свое послание религия или иисус и мы с вами будем говорить из евангелия конечно же в большей степени здесь господь он желает нас почему-то вразуметь наставить и мы будем читать из евангелия руки 13 главы с 10 по 17 стихи луки 10 и 13 руки 13 10 по 18 стихи я перехожу на новый уровень так что вы меня уж простите буду немножко так вот тренироваться я имею виду вот это вот это называется планшет сегодня весь современный христианский мир приходит уже на планшеты на ноутбуке и я решил тоже перейти на этот уровень то что мне удобнее было вести с собой планшет европу и поэтому бог благословил высвободил финансы я смог приобрести такой вот прибор это тоже компьютер только без крышки вот который все здесь все есть здесь и фотографии есть если все кому и кому интересно что такой планшет вот здесь есть библия я вот ее читаю сейчас буду считать наша синодальная библия не французская аллилуйя и здесь есть всякие вот при приспособления чтобы мог это все конкретно инспектировать поняли да поэтому аллилуйя ну спасибо что порадует со мной ами я бы не хотел чтобы мне завидовали в этом честно это нормально двадцать первый век мы живем во втором веке аминь нормально иметь уже для пастора церкви мануил иметь планшет аллилуйя я заглянул на него несколько лет подряд с момента когда поехал пастору рику я увидел него вся команда все пастор планшетами такие грамотные все там сразу нашли тут же связь по телефону скайпу господи люди живут в двадцать первом веке я еще в библию бумажной копаюсь вот если такое господь дай мне благодать иметь этот вот прибор ну и получил слава господи аминь хорошо мы читаем луки 13 глава с 10 стиха в одной из синагог учил и он в субботу там была женщина 18 лет имевшая духа немощи она была скорчена и не могла выпрямиться иисус увидев его подозвал и сказал ей женщина ты освобождаешься от недуга твоего и возложил на нее руки и она тотчас выпрямилась и стала славить бога при этом начальник синагоги негодуя что иисус исцелил субботу сказал народу есть шесть дней в которые должна делать те и приходите исцеляться они в день субботний господь сказал ему в ответ лицемер не отвязывает ли каждый из вас мало своего или осла и от ясли в субботу и не ведет ли поить эту же дочь евроаму который связал сатана вот уже 18 лет не набежал ли освободить откус этих тень субботний и когда говорил он это все противящиеся ему стыдились и весь народ радовался о всех славных делах его аминь сегодня я увидел в этой истории очень важные моменты служения христа и реакции людей на то что он делал потому что по сути дела на наш взгляд сегодняшний это было очень хорошо что он сделал ведь женщина нуждалась иисус увидел и нужду он прикоснулся для исцелил ее но оказать оказывается не всем понравилось то что он сделал оказывается что нашлись люди которые возмутились его поступком и причина была то что он это сделал именно в субботний день синагоги по они по субботам собирались они читали слово божье по субботу в субботу по заповеди моисея все должны расставаться были в покое я не знаю по какой заповеди они на какой западе они основывались говоря что нельзя исцеляться в субботу потому что в заповеди моисеевых не было такого постановления что нельзя исцелять субботу но вот люди религиозные на частности начальник синагоги он расценив что исцеление это есть какой-то труд что это как как эта работа который иисус сделал который нельзя было делать субботу по заповеди что день субботы это день отдыха день покоя что нельзя ничего делать субботу и знаете что евреи довели до крайности эти заповеди эту заповедь о субботе до того что даже лифты в израиле не работают нажимать на кнопку нельзя в субботу только голосом говорить какой этаж и он едет они не зажигают даже огня в своих квартирах в субботу то есть очах спичками не пользуются вот и не делают больше тысячи тысячи шагов от своего дома это называется субботний путь то есть 1000 шагов это обычно строилась синагога в таком расположении между домами чтобы человеку было самому дальнему тысячи тысячи шагов до этой синагоги поэтому это единственное что разрешалось сделать это назвался субботний путь они должны были идти в субботний путь только в синагогу и назад не зажигать огня не делать никакой работы и так далее и знаете что для людей это оказалось казалось точнее до сих пор некоторым кажется что исполнение этих заповедей более важнее чем прикоснуться к жизни человека и изменить его жизнь исцелить его жизнь поэтому иисус исцелим женщину он сказал начальнику синагоги такие обидные на первый взгляд слова ты лицемер неужели ты не отвязываешь своего осла или волос своего поить в субботу ты же делаешь эту работу ну да это же животное она же нуждается в еде и воде она же будет мычать она же будет нужен уже от жажды кричать она будет требовать еды и воды он говорит так если тебе животное больше жалко чем человека и он горит если ты отвязываешь животное ведешь поедей субботний не считаю что нарушил субботу а если я всего человека исцелил точнее если я развязал ту женщину который создал сатана уже 18 лет то неужели это считается грехом то есть он начал показывать немножко по другим углом закон который господь но установил учредил утвердил через моисея и я хочу сегодня чтобы вы увидели что сам иисус вошел синагогу и освободил эту женщину то есть сам господь мессия которого отец небесный послал этот мир он совершил то поступок который люди религиозные оценили как грех как недопустимое как то что должно быть осуждено но мы видим сердце христа мы видим сердце бога потому что сам иисус сказал я ничего не делаю пока не увижу отца творящего поэтому его действия они были обязательно инициированы отцом небесным богом он исцелил эту женщину потому что господь ей сказал ему сказал прикоснись к ней и исцели ее наверняка это была женщина которую он видел уже много лет приходя в собрание это было его синагога это было на его территории он наверняка и уже не не первый раз видел но пришел день когда господь ее исцелил но я хочу чтобы сейчас немножко увидели еще одну часть или одну сторону этого послания женщина была дочерью авраама как сказался иисус они она была из рода а в раму они как одну из семени от семени авраама то есть она была еврейкой которая получила по наследству по плоти обетование авраама но почему-то сатана я сковал где-то нашел лазейку ее жизни чтобы связать ее болезнями а мы знаем кроме этой женщины еще было много случаев когда иисус исцелял синагогах на улицах больных очень больных людей парализованных слепых глухих одержимых это все где было в израиле я хочу бы это слышали потому что по обетованию по слову божьему он сказал я господь целитель твой и он сказал во второй законе 28 главе если будешь исполнять заповеди мои тщательно их соблюдать слышать и соблюдать хранить их и соблюдать то придут на тебя все благословения и он перечисляет благословения в которых есть слово об исцелении что тебя не постигнет никакая болячка египетская что ты будешь здоров то есть благословение это здоровье аллилуйя или по-другому скажу здоровье это результат благословения мы можем быть здоровы по обетованию божьему потому что мы стали детьми авраама по вере в иисуса христа аминь но вопрос почему евреи и частности эта женщина была скована сатаной почему люди становились одержимы почему рождались слепыми почему вы становились парализованными ведь они сыны или дочери авраама и по обетованию наследовали его благословения и по обетованию они должны были быть здоровыми но мы читаем как многих людей иисус заселил мы считаем как многие были в проблемах болезни одержимыми умирали преждевременно это не было более божьей это не было более позже чтобы так было в израиле потому он сказал что я буду благословлять и при входе при выходе благословен плод чрева твоего благословенно дела рук твоих благословен дом твой благословенные дети твои благословен скотт твой он провозглашал провозглашал благословение замена послушания слова божьему будешь послушать будешь благословение не будешь болеть твой скот не будет в преждевременно рождать твои дети будут жить до старости и ты будешь видеть детей в детей своих и так далее послушание слова божьему приносила в жизнь еврею благословения и вот он иисус оказался в синагоге где дочь и врава скала сатаной скорчина написано 18 лет какое-то утро она проснулась и не могла выпрямиться какой-то день настал ее жизни когда почувствовал что она не может стать ровно и не пришлось смириться с этой позиции не пришлось взять палочку и ходить с ней она ходила в синагогу таким же образом на работу или там где-то магазин где эти 18 лет какой-то срок большой срок кому-то здесь я еще еще не тоже 18 лет кто-то уже знаю что до 18 лет и вы прожили этот период это долгий период жизни аминь но она ничего не могла с этим сделать знаете что она ходила в синагогу она приносила пожертвования она старалась соблюдать заповеди моисея она делала все что могла делать как дочь авраама по закону но только тогда когда иисус пришел в ее жизнь аллилуйя аллилуйя только тогда когда иисус пришел в ее жизнь она получила свободу незакон освободил ее от этой дневной немощи не какие-то исполнение заповеди выровняли ее тело а господь иисус говорит освобождаешься ты от недруга твоего я тебя освобождаю я тебя отвязываю развязывай иди и будь свободна от болезни своей аминь он пришел не нарушит закон а исполнить его слава господу сатана сковал эту женщину ложью эта болезнь пришла она могла прийти к богу и получить исцеление свое потому что она знала по заповеди я господь целитель твой горит бог вы слышали дьявольская ложь очень часто стали становится препятствием к получению исцеления даже для тех кто тщательно исполняет слово божье вы слышите пришел сатана и украл здоровье и посеял ложь теперь ты всю жизнь будешь так жить это твой удел это твоя будущая жизнь придется тебе так жить и так умереть но пришел иисус и говорит я тебя отпускаю я вижу твою праведность перед отцом небесным я вижу что ты стараешься исполнять все заповеди поэтому будь свободна от болезни твоей аминь я вспоминаю одну историю это были выборе еще вот советские времена и в одном селе в нашей в нашей стране а была одна женщина верующая женщина это были 50 50 и сельская церковь и и сковал ревматоидный полиартрит это страшное заболевание которое скорчила все ее тело и она стала столько маленькой просто на все было съезжено настолько маленькая что она лежала в кровати как ребенок и для нее тоже сделать маленькую кроватку детскую кровать чтобы она там спала если большая кровать не нужно было и и никто не мог помочь и реально она страдала от боли каждый день и она вызывала господа господи помоги мне я нуждаюсь в исцелении и к ней приходили в молиться братьям молились не один раз всем было жалко видеть это зрелище как она мучается когда страдает как она не может стать как она лежит как ребенок этой маленькой кроватки но однажды бог дал ей видение что-то не приходят братья молятся за нее приходят при свитере молятся за нее и она получает исцеление добыл сон очень даже не видение и бог дал такое же желание видения по служителям церкви в общем короче говоря настал тот день когда они пришли к ней в ее дом и возложил на не руки молились во имя господа иисуса и сказали во имя иисуса встать и ходи это было анимать несколько но и помпом насколько я помню несколько часов молили за нее в духе святом и потом в итоге сказали во имя господа иисуса встать и ходи и даже на улице люди услышали треск костей и разламывающиеся кровати потому что она выровнялась как струнам и ведь она разломал эту кровать и она встала на ноги свои была полностью исцелена аминь друзья это не прошло это не в израиле это не в далекие времена не 2000 лет назад это наши современники сегодня иисус это делает та женщина была скорчена иисус я сказал я отвязываю тебя я отпускаю тебя на свободу и точно так же он здесь эта женщина была связана с колон артритом и он отпустил ее знать почему потому что иисус реальный потому что он живой потому что он сейчас здесь и он сказал я буду с вами во все дни до скончания века аминь это его обетование знаете сегодня к сожалению христианство просто погрязла в религиозном понимании христианство очень далеки а сегодня от христа много церквей много христианства просто потому что подумали что они обладают истиной в том как ему служить как его прославлять как ему молиться как проповедовать его слова и так далее как причащаться как ноги мыть как креститься правило направила закон на закон забывать на собрать а где иисус а иисуса не видно а где христос во всем этом ну христос на троне слава господи что он на троне аллилуйя но где он вашей жизни так довелось мне вот последний день с во франции ездить с пастором который является баптистским пастором этот вот пастор пьер пьер тихий вот такое вот у него у него фамилия пьер тихий потому что родыщи у него наши тихие да и он он баптистский пастор и у него есть служение он один из ключевых людей в этом союзе и знаете что он хорошо отзывался вот о церквях вот харизматических на 50 мишки но затем ну вон и ж не надевает покрывала вон и ж ноги не мыть друг другу он лишь там красятся и затем у него как будто конфликт голове почему у них люди спасаются почему там проявление дорог духа есть они не носят покрывал они там некрасиво то есть они красит себе макияж на лицо нам накладывает уже ноги не мой и у него не понимали бабу треба больше раздавать и цех пригласительный и в этом уже сочиняет сделал там такое ну всевозможные пригласительные но вы нужны хотят раздавать а ты не активно хотят слухать и знаете у него непонимание он не вот недоумевая почему у них церковь не растет он не для понимает почему люди хотят приходить в их собрание он не понимает почему в тех церквях что-то происходит а у них нет и кстати никогда ему сказала нашей церкви сколько у нас людей ну конечно был впечатлен разумеется и я научил как пользоваться skype для него кстати это удивительно но я ему там помог по компьютер занести завести этот вот хороший инструмент для общения вот и он был впечатлен что у нас и люди и спасение людей и все такое а вы ноги не мыть друг друге да нет а на что это делать но если будет потребно я вот это сделаю разумеется если человек будет хвора або неспроможна самостоятельно помыть ноги я буду это делать а я говорю слушайте братья вот я до вас пришел пару часов назад короче делька цеха ходы дякую значит тогда ты не было проблем я тогда говорил вообще без проблем это вот вы виноваты в этом случае шучу шучу я просто но был под помазанием я пришел к вам домой два часа назад говорю и вы мне ноги не помыли он такой здесь воды ряду я уже ваш брат в христе я же пастор ваш соучастник в благодати божий но я мужиками это не требаешь я же ботинки вот сзади что-то становится на место и но и он начал просто найти вот говорите вещи он я люблю наши братьев в пятидесятных и там харизматич но у нас таки шум не ну что проявите ну что славит ну так громко хлопает эмоции страну но сделалась показалось и а я понимаю что мы с вами мимо откровения что не в обрядовости иисус приходит он пришел не в религиозную организацию в синагогу где он хотел подчиниться законам того религиозного общества где он жил он хотел принести жизнь потому что законы не позволяют людям получать иисуса они закрывают людей от христа больше чем открывают его я все не будешь нас и пейс и дальше не будешь так мало и течены будешь поговорить еще не будешь так так проповедовать не буду в той же жить и ничего а если нет если не будешь веровать не спасешься всякий кто будет делать в иисуса будет спасен аминь вера приходит от слышания слова божьего вера приходит от нашего исповедания веры от того что мы говорим о что мы верим это приходит нашу жизнь как откровение от госпора аллилуйя и мы этим живем иисус реальная личность он не прячется за стенами зданий затем я впечатлила вот вы видите базилики эти храмы меня впечатлило то что в их стиле когда они это все делали а прямо вокруг каждого окна рядом с каждым окном с каждым входом каждым с каждым воротами входом храм были специальные фигурки вы были выходящих из храма бесов вот может этого не распознать не раз не разглядели там может быть была такая фотография я строила специально где прямо от входа в храм вот такое творение какой-то страшное выходит с открытой пастью вылетает на этих вот без выходит я тут я подумал тогда когда только начиналось это служение эти церкви когда эти храм к начинали строиться у людей было откровение у людей было отношения вот такое что на служение в этой церкви иисус освобождает людей от бесов я не даже раздел это визуально видимым что вроде видишь что в этой церкви верят в знание бесов что в этой церкви верят в освобождение от болезни знать это было исповедание сегодня эти вот все храмы эти вот даже вот но изваяние они покрылись мхом они уже безжизненные они уже не имеют силы все это лишь история культура кстати не сказал что во франции все храмы до 1905 года принадлежат государству то есть они уже не принадлежат церкви только те которые построены уже после 1905 те уже принадлежат церквям и знаете вот я увидел насколько но реально христианство погрязло во всевозможные традиции во всевозможные правила во всевозможные законы за которыми люди иисуса не рассматривают его там не видно я помню свою историю когда мы только здесь начинали служение гиппозажинский и один брат пятидесятник это услышал как я славлю бога на гитаре пою а харизматически это он считает песни потому что там ритм больше 120 ударов минуту он уже считал слишком быстро иисус победу твою праздную аллилуй когда я потом начал хлопать брат ты не спасен я был под впечатление насколько у людей вот представления христи кто-то галстука делаю они его называют не спасен кто-то короткий рукава дел уже говорят его от идешь брат мой сестра мы и все такое я вам скажу друзья что иисус так не думал никогда я уверен что сам господь сегодня думать я об этом никогда не проповедовал я так не верю он всегда сам я уверен но в недоумении откуда все это взялось откуда вся это вот мишура церквях а где я там где иисус за иисус на троне в моем же моей жизни в моем сердце я уверен что он на троне в нашей церкви он глава этой церкви он первый в этой церкви он в центре нашей церкви аллилуйя он господь нашей церкви он господь нашей жизни аминь аллилуйя слава госкору аминь я бы хотел чтобы мы понимали что не от того что мы исполним заповеди этой церкви есть правила нашей церкви сто процент они нужны для порядка не больше то есть правила которые не ущемляют духовную часть нашей жизни правила которые лишь помогают нам стать красивее закричу плохого не будет если вы красивее денетесь если вы сделаете себе прическу хорошим если будете хорошо пахнуть аллилуйя ничего плохого там не будет если вы будете приходить вовремя собрание ничего плохого там не будет ибо успеете занять свое место потому что если мы опаздываем и потом можем не найти себе место зале поэтому все хорошо когда это эти правила нужны лишь для правил для устройства жизни церкви потому что папа стопал горит бог не есть бог не устройство но порядка мира я всегда помню это откровение господь не дал мое сердце что бог так сотворил вселенную что там нет хаоса аллилуйя все настолько все на своих местах все настолько в константе находится что лишь человек может нарушить это все что и пытается делать пожизненно а у бога все в устройстве всего порядке голова потом туловище глава христос не наоборот поэтому все у порядке есть определенное устройство прав которые устраивают сам само тело христа но для духовной жизни я скажу не мешает не ваш внешний вид не ваша в не ваши запахи нет ни что другое для нашей церкви мы имеем откровения христе что он живой и он пришел в нашу жизнь чтобы спасти нас такими какие мы есть я не могу никому сказать нашей церкви до тех пор пока ты не выучишь на иисус 18-ый псалом ты не сможешь войти в жизнь вечную те кто знают и понимают а кто не читал еще 18-ый псалом рекомендую очень и очень духовный псалом это правда очень серьезный псалом это псалом давида написал его видать у него бессонной ночи были он писал без остановки потом я затем увидел иисуса его сердце с новой силой он пришел синагогу увидел эту женщину и он решил ее освободить он сегодня приходит наше собрание он пришел собрание там во франции в этой церкви я так радовался когда я видел его прикосновение к людям я говорил в том же помазали которые здесь говорю и для меня это еще одна радость осознавать что куда бы не поехал куда бы не полетел дух святой будет со мной точно в такой же силе даже больше потому что вы уже привыкли ко мне они впервые меня видели и фокса были под впечатлением под давлением этого присутствия божьего слава господу аллилуйя давайте мы еще кое-что с вами почитаем луки 6 глава 6 по 11 стихи это наверное иисус звонит спросите что там он хотел что хочет вам сказать сегодня а знаете почему то говорю потому что у нас есть просьба на входе висит знак выключать телефон и если вы выключили телефон и кто-то вам звонит это точно иисус потому что только он может позвонить при выключенном телефоне понятно волоке то иисус звонил они у тебя алкогол случилось же и в другую субботу слушайте иисус как будто специально по субботам это делал случилось же и в другую субботу войти ему синагогу и учить там был человек у которого правая рука была сухая книжники же и фарисеи наблюдали за ним не исцелит ли в субботу представляете чтобы найти обвинение против него но он зная помышление и сказал человеку имеющему сухую руку встань выступи на средину и он встал и выступил тогда иисус им сказал спрошу я вас что должно делать субботу добро ли слов тупиковый вопрос спасти душу или погубить они молчали и посмотрев на всех их сказал тому человеку протяни руку твою он так и сделал и стал рука его здорово как другая они же пришли в бешенство и говорили между собой чтобы сделать с иисусом очень интересная история они уже его контролировали не слить его в субботу человек сухой рукой знаете удивительно что они не считали бешенство раздражение гнев грехом но посчитали грехом что он исцелил человека сделал добро суббот это удивительно что сегодня религия говорит неважно что никто тебя главное чтобы ты имел вид благочестия налога чтобы ты снаружи казался справедливым честным святым и так далее закон религия говорит о том что никто же не знаю что он для тебя ты можешь быть таким как ты есть где-то в другом месте церкви ты будь святым люди приходят церковь делать такой вид очень смиренных людей я видел это картина но и не за чья но религии картина религии на праздник все идут вы знаете куда очень такой вид приобретают смиренный серьезные люди ручки складывать как будто молятся выход на улицу и погнали то есть стенах церкви это святые люди это праведники это смиренные сосуды божьи любящие господа готова проповедовать евангелие любящие своих детей и жены мужей выходят на улицу такое ощущение что они уже никогда такими не были и никогда такими не были когда такими не будет потому что религиозная маска она девается лишь на время я помню одну историю когда у детей в школе спасили в американских детей кто хотел бы быть священнослужителем никто не понял руки а сколько у вас родители священнослужители половина детей подняли руки а почему не хотите они дома другие чем церкви они настолько говорит другие что нам не хочется играть в эту религию мы не хотим жить такой жизни потому что в церкви они одни а дома не другие знать это страшное состояние когда человек не то что там он знаете я понимаю что есть характер с которым приходится бороться который обменяется который человек стремится к лучшему но есть когда человек сознательно осознанно понимая идет церковь и одевает на себя маску улыбается любые проявляют как будто бы любовь к людям как будто бы он славит господа а в сердце тьма религия сделала так что человек только в церкви должен быть святым а иисус говорит ты должен быть святым везде должен быть праведным везде куда бы ты ни пошел бог на тебя смотрит аллилуйя бог за тобой наблюдает фарисеи наблюдали за иисусом не исцелит ли он человека в субботу послушайте им было все равно что человек не может есть этой рукой что он не может работать рукой что не может даже ребенка своего погладить этой рукой им все равно было его страдания они не считают что радость когда человек исцеляется они не магнит не порадовались с этим исцеленным человеком они осудили иисуса мало того пришли в бешенство что он в их синагоге исцелил этого человека потому что им показалось что это нарушает их правила жизни нам нужно выбрать друзья что нам интереснее религии или иисус знаете нам нужно выбрать я однажды выбрал иисуса для меня это стало откровением что не то что люди говорят правильно делать для иисуса а то что есть моем сердце когда я хочу угодить ему когда я хочу знать его лично да меня не будет препятствие то чтобы менять в том чтобы совершенствоваться что чтобы радоваться в том чтобы служить ему мне будет препятствия потому что не люди будут работать мне правила как мне ему служить а иисус который я люблю тебя люблю людей и через тебя хочу служить тем людям они на этой земле и христос являет себя через те кто открыл ему свое сердце через те кто делает его дела он говорит если вы не верите мне последовать и там где я там и раб мой будет аминь пусть он видел нужду человека и он исцелил его ничего не препятствовало ему для этого даже этот взгляд суровый взгляд фарисеев религиозных людей не остановил процессы сселения до человека потому что иисус имеет силу выше религии религия не может остановить иисус религия не может остановить благословение если человек хочет вырваться оттуда он оттуда вырвать он туда уйдет он примет христа всем сердцем и будет ему служить нерелигиозно поэтому нам нужно понимать что если я пытаюсь оправдать свой грех и пытаюсь где-то себя реабилитировать глазах людей и бога какими-то исполнением обязанности правил и где-то законов я не стану святым глазах божий потому что господь видит сердце он видит мотивацию нашего сердца почему я это делаю очень хотел чтобы мы все все братья и сестры получили настоящую свободу своей зависимости от своего зла от своей ненависти неповертостно старались силами удерживать себя от греха так называемого иногда люди говорят я не могу бросить курить вопрос физиологической зависимости моральной зависимости духовной зависимости даже не в этом вопрос от чего человек зависим вопрос знаете вы сама больше знаете в чем хочет ли человек от этого освободиться на самом деле вот это самый большой вопрос потому что он я не могу а хочешь ли это официальная версия официальная хочу быть святым от официальная версия а иисус то смотрит сердце господь смотрит сердце и когда человек занимает позицию религии он внешне освобождается а внутри себя он ищет возможности чтобы вернуться в свой старый грех до человека возможность он вернется свои старые грехи если он на самом деле искал не в иисуса а религию религия ослепил его глаза вот и смотри ты вроде бы ничего не хуже чем другие и похож на верующего похож на святого но знаете что иисус он не смотрел на религию он не смотрел на внешность этих религиозных людей когда он смотрел на красивых священников того времени они были просто шикарно одеты это были первосвященники это были священнослужители которые было по закону одежда одета очень красивая но что если читаете закон моисея увидите что бог заповедал красиво одеваться священникам они не были безалаберно одеты они не ходили в шортах и в засаленной майке они ходили специально пошиты для священнослужителей одежды и он когда смотрел на них он не хвалил их ой какие вы духовные какие вы святые помазанники вы гробы крашеные а у меня сегодня есть классная но определение для тех кого я вижу это матрешки самые настоящие матрешки крашены я не хочу с гробами того слишком грубо но матрешки более мягко который лишь вид имеют а внутри судьбе полно нечистоты и всякого непотребства почему иисус смело об этом говорил да потому что он знал что эта религия которая ими владела она не их не освобождала никогда от греха и людей приводила еще худшее состояние потому что он говорил что вы идете обходите все семь раз там какой-то место чтобы хотя бы одного человека обратить и его от грехов делать его но в несколько раз хуже чем сами и вы худшим себя делать и религиозным потому что религия она остается махровой она развивается тоже что знаете с каждым днем я просто удивляюсь как появляется новые правила в религии вы слышали когда-нибудь какие-то откуда-то вообще берутся новые правила новые законы но все туда никогда не было вдруг появились новые новые правила я знаете вот в этом в этом отношении я хочу чтобы мы как церковь мануил церковь живого бога мы понимали затем мы идем зачем мы идем кто наш господь нам нужна не религия друзья нам нужен иисус иисус который придет нашу жизнь в наш дом и исцелит нас от того что ты не помолился ты не должен чувствовать себя виноватым перед богом ну как же да потому что молитва не ему нужна тебе проблема не в боге проблема в твоем восприятии всех вещей о господи прости сегодня помолился это это твою упущение до тебе потери это твой минус это твоя твоя но твоя проблема короче ты себя лишил чего-то если не помолился а люди себя ввели в такую религию что я обязан молиться я обязан читать библию я обязан ходить церковь если обязан получили делая этого я обязан бросить пить я обязан бросить курить я обязан бросить блудить я обязан то-то делать вопросе кто-то да и кто-то тут не обязан если обязан то обязан с этой базы закончится ты принёшь решение скажет а чё это кому-то обязан я хочу быть свободно знаете есть люди которые ждут не дождутся когда они выйдут из церкви когда не уйдут от суть чтобы погрешить чтобы вернуться свой старый образ жизни потому что они не свободны на самом деле свобода это не снаружи от того что мы в библии руках держим или под подушкой она слежит от этого мы не становимся святыми аминь от того что вы на свой на своем лице макияж не сделали от этого вы не стали духовными аминь сестры применяйте пользуйтесь косметикой я вам разрешаю причем пользуйтесь хорошей косметикой дорогой косметикой мужья покупайте своим женам косметик сестра нравится знаете почему потому что я уверен что вы не будете себе делать ресницы по полметра и что вы не будете делать безобразное лицо свое вы просто дополните свою красоту али вы будешь подчеркнете свою красоту аминь бог вас любит такими какие вы есть без макияжа макияжа все равно знать это мы вы макияжем нравится есть своим мужьям дорогие жены не надо краситься чтобы нравится чужим мужьям аминь молодым девушкам я вам разрешаю это делать ищите себе спутника жизни но не красотой внешний потому что написано миловидность суетно или как как обманчиво и красота суетно поэтому старайтесь быть красивым сердцем своем душе свои больше чем внешняя красота аминь я просто хочу показать церковь братья и сестры что не в этом суть нашего духу нашей духовности то что я видел без макияжа но злых раздраженных без макияжа который не красится ради веры своей бога видел с покрывалами на голове и сплетников сплетниц точнее завистниц это не работает покрывала на голове не делать тебя святым человеком и бог сегодня не будет возвращать нас религию в законность потому что он знает что если человек себя в этом ведет у него будет повод оправдываться или же хвалиться вы все грешники потому что у вас нет того что если у меня то что я делаю в этого не делайте вы грешники появляется повод осуждения знаете сегодня просто вот в пух и прах разбивают некоторые представления о вере в бога но причем те кто считают себя правильным перед богом глазах других людей более религиозных а не грешник иисуса он даже и не нарушал внешним видом закон израиля закон моисеев но он проявлял свою веру свою любовь людям из целя и освобождая и это вызывало у них гнев когда ты делаешь добро как как это может вызывать гнев оказывается возможно так это всего лишь невидимые вещи а когда человека появляется видимый повод к осуждению это вообще значит ну это законное дело осудить человека за то что он не выполняет правил для законов а внешнего вида хвалы и поклонения этой церкви друзья мы я бы хотел чтобы вы понимали я сегодня осуждаю людей ни в коем случае я сегодня опускаю религии если не опускают религиозный дух под ноги иисуса я хочу чтобы мы понимали что дьявол он обольстил людей вот этими правилами заделал и сделали их самоправедными и лишив их иисуса настоящего живого бога значит я слышал видел и знаю ситуации когда явно было оказано человеку помощь в исцелении было было освобождение от бесов а потом религиозные люди они говорят для этого не может быть от бога потому что ты красишься потому что у тебя ты хлопаешь руками в ладоши потому что ты танцуешь ты на сцене этого не может быть от бога можете себе представь даже история церковь тех же случаев просто ничего не поменялось они не видят помощь человеку они видят какие-то внешние несоответствия с их представлением о жизни и служении бог это проблема потому что иисуса там никогда не будет там где есть религия иисуса там не будет он зайдет туда лишь для того чтобы разрушать религиозное представление о жизни с богом но не для того чтобы поддерживать этот огонь религиозный и говорит вы молодцы продолжайте так делать нет он пришел и говорит что нужно делать субботу добро или зло они зубами скажи женщин они наблюдают что он сделать он бьет из себя человека ему все равно что они раздражались от этого всего ему все равно что они в бешенство пришли но я скажу он был рад тому что человек исцелился что мы ищем мы еще чтобы человека сделать подобным нам за зомбированным в религиозном виде и же мы хотим привести человека к иисус сказать вот твоя свобода верь господа иисуса спасешься с ты весь твой дом аминь а в нашей церкви нашем доме есть просто простые нормальные на правила жизни верующих человека приличной жизни приличных взаимоотношений которые не мешают нам духовной жизни мы позволяем духу святому двигаться как он хочет аминь слова господу аллилуйя аллилуйя слава иисусу у меня уже батарея здесь садится вот чем недостаток я просто не успел зарядить сегодня этот аппарат хорошо и мы еще почитаем посмотрим с вами еще пару мест писания деяния апостолов 4 глава с 5 по 12 стихи я не апостол 4 глава с 5 по 12 стихи аллилуйя 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 слава иисусу я не 4 это по 12 стихи аллилуйя многие же не спушивших слова уверовали слушать слова уверовали и было число такого людей около пяти тысяч это правильно читали а извините статус на другой день собрались в иерусалим начальники их и старейшины и книжники и она первосвященник и каяфа я александр и прочие из рода первосвященнического и поставив их посадить спрашивали какой силой или каким именем вы сделали это знаете о чем что речь перед этим апостол петр и иоанн они исцелили хромого человека который был хром от чрева матери никогда не ходил своими ногами он сидел у красных ворот храм и они проходя на очередное молитвенное собрание увидев его петр говорит у меня нет золота и серебра но что имеют то даю тебе и говорит взял за руку во имя господа иисуса стани ходи и потянул его за руку за руку написано вдруг укрепили у этого человека ступни и колени и он стал начал ходить скакать и хвалить господа он не стал хвалить религию слава тебе господи за иудаизм аллилуйя слава тебе господи за святых первосвященников он был написано начал хвалить господа иисуса который во имя которого он получил исцеление он вошел в храм и это все увидели он не мог до этого войти в храм ему помогли войти в храм апостол петр и апостол иоанн аллилуйя таким образом исцелив его от болезни тогда петр исполнившись духа святого сказал им начальники народа и старейшины израильские если от нас сегодня требует ответа благодеяния человеку немощному как он исцелен тогда будет известно всем вами всему народу израильскому что именем иисуса христа назарея которого вы распяли которого бог воскресил из мертвых им поставлен он перед вами здрав он есть камень пренебреженный вами зиждущими но сделавшийся главой угла и нет ни в коем ином спасение ибо нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись аминь если требуется от нас отсчет какой силой как именем это сделали петр говорит именем господа иисус не потому что вы он пришел в нашу церковь не потому что он подчинил себя правилам нашего служения как поле как молиться как петь как поклоняться как проповедовать как придут причащаться и так далее а потому что он поверил в имя господа иисуса именем господа иисуса этот человек поставлен здрав потому что нет другого имени под небом данного человека которым надлежало бы нам спастись пожалуйста еще чуть послушайте хорошо будьте внимательны это очень важное место ему были сами закачивать иисус единственное имя иисус христос во вселенной который спасает души человеческие ничто другое в этом мире не способна привести человека в царство небесное милостью божией я знаю что слава богу не православные священники будет стоять у входа в небесный иерусалим они бы никого не пустили бы никого кроме московского патриархата потому что у каждого с московского придет патриархата своя проходная и видя йогрит о ты наш брат заходи милостью больше там будут стоять ангелы которая будет спрашивать поверили ты в господа иисуса а потом спросят а ты научился любить да это все что не будет спрашивать авто как ты одевался какую-то церковь ходил какая динаминации сколько ты там жертву сколько ты там проповедовал об этом я скажу бог не будет спрашивать потому что он и так все знаю эти вопросы больше нам нужны чем ему они поэтому вопрос том что нет другого имени который надлежается на он бы нам спастись это имя иисус мы можем выбрать религию кому-то удобно быть религиозным делать вид религиозным кому-то удобно чем-то хвалиться я скажу мне нечем хвалиться в большом счет кроме господа иисус с которыми общались которого я люблю поэтому бог сказал хваляющийся до хвалится господом если хочешь похвалиться только тем что понимаешь и знаешь бога ничем другим затем никогда не смогу похвалиться перед богом или перед людьми правильной формой прославления господа маразм правильная форма одежды маразм я могу похвалить только тем что разумею и знаю господа это все это все когда я смотрю сегодня на церкви христианской церкви странах где сегодня жуткие гонения возьмите индию возьмите китай возьмите пакистан христианская узбекистан убивают христиан в этих странах знаете они довольны любым в любой возможностью собраться и помолиться там не имея значение деноминации вообще там нет даже слова харизма 50 баптист адвентист православный нет вообще на них даже слов христианин он и в африке христиан потому что это последователь христа это не последователь первосвященников павел я понимаю то что у вас говорят я киевин я павлов а я христов люди начали делить себя на деноминации уже тогда во времена апостола павлов каринфе мне нравится как апостол павел одевается я буду как он как он учит как он как он вообще проповеду как молиться а мне раз как пётр это делает он больше простоты у него амирация кто делать знать от того что люди по выбирали себе учителей их внешний вид их форму служения это не значит что иисус разделился абсолютно и это никак никому никогда не давала повода осуждать других христиан христианин должен оставаться христианином его призвание христианина проповедовать евангелие иисуса христа не проповедовать внешний вид который должен быть церкви не проповедовать обряды которые есть церкви нет нельзя крещение проводить в обычной одежде нужно обязательно и специальные одежды кто об этом сказал кстати когда был в израиле мы были на месте где и он крестил и евреев в иордании или нет да да только место там сел и сделали комплекс с кафешками с ресторанчиками с переодевалками и специальной одежды нельзя в этом месте войти в иордан бедов шортах и тем более в купальных костюмах чтобы туда войти вы обязаны купить за 14 шекелей специальный балахан где будет специальный надпись специальный знак и только в нем вы сможете не осквернить это святое место я скажу по секрету никому не говорить мы с украинским пасторами как павел говорил я лукавством взял а можно просто постоять в воде но многие опустить в шортах ну можно а мы заходим все глубже и лучше она уже не сказали как глубоко мы постояли но глубоко религия все хочет так сделать недоступным иисуса недоступно и должен сделать пять шагов тому шесть шагов к тому десять шагов к тому и только потом возможно по милости боже ты иисуса получишь человек может не дойти до тех пяти шагов он может просто умереть и поэтому мартин лютер оказался протестантом поэтому он стал гоним католическая церковь потому что он говорит ребята да мы закрыли евангелие для простых людей они же не понимают того что мы им проповедуем на непонятном для них языке на старославянском или же на греческом или на рамейском простые люди не понимают этого мы их обманываем когда говорим что спасение приходит через индульгенции мы их обманываем он вышел и написал 92 тезиса против а 90 тезисов о том как как он но что нужно поменять во что он не верит что стоит как бы с чем он не согласен это стало началом протестантского движения он выпустил первую он первый новый завет на немецком или от нога на немецком языке люди начали читать или начали понимать что христос доступен для всех людей неважно не имеет значение национальность не имеет значение твою принадлежность к социальному слову не имеет ничего значения кроме господа иисуса нет другого имени данного человека в котором надлежало бы нам спастись аминь дайте богу славу аллюля аминь аллюля слава господа друзья я бы хотел еще много об этом говорить потому что во мне это живет мое сердце наполнено этим откровением о христе но я думаю уже на сегодняшний день достаточно вы получили откровение понимание слова это чтобы дальше жить уже с пониманием что наша свобода не в том что мы грешим заключается я хочу так и живу знаете христианство я не признаю христианство где люди произвольно грешат я не верю такого христианина такого ученика иисуса который грех называют чем-то нормальным я не верю такое христианство я не верю когда человек говорит меня свободен павел говорит неужели наша свобода должна стать поводом к ограждению плоти да не будет так мы не должны с вами свою благодать во христе использовать это чтобы оправдывать свои грехи это будет неправильно мы не можем с вами называться христианином и при этом жить как обычный грешный человек блудить воровать обманывать убивать ненавидеть завидовать сплетничек оскорблять и при этом я хожу христианскую церковь может быть и ходишь но ты не христианин аминь есть разница между религиозным и христианством и истинным учениками иисус мы с вами те люди которые верят в иисуса живого мы буквально недавно все говорили что христос воскрес а значит он живой а значит он наш господь а значит что мы можем сегодня на него равняться мы можем за ним сегодня идти они поэтому пусть у вас не будет привратного понимания о сегодняшней проповеди чтобы вы не думали что если нет закона то есть беззаконие понимаете да в нет беззаконие в христианстве христианство есть правильное положение перед богом праведность аминь это когда ты удаляешься от зла удаляется от греха и следуешь за иисусом потому чтобы знать что тебе делать как жить как служить как проповедовать как молиться это все от него исходит самое сложное может быть в этом всем в том что жить свободе без религии без этих правил намного сложнее быть верующим человеком без закона намного сложнее чем законе для кого-то закона да как Xing как фуфа и к отделу чувствуешь себя защищенным как будто бы тебя окружает одежда и ты не обнажен вот за кормика вот это такие вот эти правила как вот этот фуфа и к а делать и чувствуешь три как будто бы защищен на самом деле ты уязвим очень сильно ты не защищен на самом деле вопрос Чём что человеку хочется знать от людей а что я буду делать и это будет называться правильным и что нельзя делать чтобы называться неправильно чтобы я мог этим же сказать всем остальным я это делаю но самое сложное это когда ты с богом мир взаимоотношения и у него спрашиваешь что хорошо что плохо что огорчаю тебя а что радует тебя что удовлетворяете да а что не удовлетворяется до моей жизни вот что нужно христианином христианину вот что нужно настоящим вершим людям это личное взаимоотношение с богом с иисусом в частности мы должны понимать он наш господь он наш бог который умер и воскрес и принес нам свободу от греха и он не привел нас в очередное рабство он освободил нас он сказал если сына свободе то истина свободны будете а дай богу еще большую славу ами давайте поднимемся аллы вы отец мой благодарю тебя за слово готовы сегодня наш нас питаешь спасибо тебе господь за откровение а спасение через иисуса христа больше мы выбираем сегодня иисуса мы не выбираем религию мы выбираем выбираем путь жизни будет благословение путь свобода от греха выбираем путь освящения мы выбираем путь праведности выбираем путь любви путь сострадания милосердия боже выбираем путь жертвенной жизни господь выбираем путь света боже слава тебе господь аллы и я прошу тебя благословить сегодня твой народ твою церковь господь благослови каждого кто сегодня услышал это слово кто принял его и кто желает быть свободе настоящей свободе я могу тебя помоги справиться со всяким религиозным мышлением господь во имя иисуса христа что в нашу жизнь пришел твой свет свет евангелия что наша жизнь пришла свобода истины во имя иисуса христа мы можете господь чтобы никто и что в этом мире не остановило твое движение в нашем сердце в нашей жизни нашим служение во имя иисуса христа слава тебя господь благодарю тебя мой бог за твою милость и благодать спасибо очень за силу евангелия когда ты действуешь нас и через нас и добудем вся слава честь и хвала отец сын и дух святой а слава господу аминь как вы знаете в четверг у нас было служение мой дом моя ответственность которая проводила наш реабилитационный центр туда ходят мамочки и родственники наших зависимых и созависимых вот люба это человек одна из этих людей она пришла и молилась за фотографии своего мужа своих сыновей и в этот момент когда совершалась молитва за родственников сзади к ней подошел пастор подложил на нее руки вот так вот на плечи и она говорит что во время этой молитвы она получила серьезное исцеление а проблема была такая в течение полгода у нее были очень большие боли связанные с тазобедренными суставами и правая нога практически немела то есть она ее не чувствовала вот это были боли в костях но момент молитвы за других людей люба получила исцеление либо скажи пожалуйста пару слов как ты сейчас я чувствуешь у меня такое ощущение что мне вообще не моя на привыкла постоянно было более к этой боли уже привыкла а сейчас вот легкость вот как будто бы я летаю я даже сразу не осознала и когда пастор возложил руки я упала на колени я на коленях я не знаю сколько я не могла оставать когда я поняла что я стою на коленях и начала хвалить и благодарить господа еще не сознала что благодарила его за исцеление вот я пришла магица за детей за мужа получила сама исцеление слава иисусу еще одно свидетельство у любы она зимой упала очень сильно и был поврежден копчик неделю она провела в постели и ну не могла вообще не то что ходить человек не мог вставать и в этот момент к нам приезжал если вы помните пастор боб монгомери наши сестры диаконского служения позвонили говорят люба тебе нужно обязательно прийти на это служение и вот любовь послушание приходит и что вы думаете на этом служении она получает исцеление через пастора боба монгомери из того момента боль полностью прошла но что интересно врачи говорили ей вы знаете копчик это ну такая вот проблема что это может у вас болеть очень долго может быть даже и год но исцеление которое дал господь сразу остановила всякие боли и всякие проблемы в ее копчике скажи либо это так было да это было так но дело в том что у меня просто дух святой обречил за то что я не за свидетельство об этом исцелении просто вот в этот момент когда получила это стиление я была обречена вот в этом поэтому когда мы свидетельствуем мы воздаем славу господу вот когда я пришла на служение я не знала что будет служение и мне людмила юрина якункина и танечка черакова обе позвонили вот через какое-то время понимаю что мне надо было но у меня была сильная боль я пришла сюда сильной боли и было такое слово пастор говорит что многие здесь есть такие в зале которые пришли с острой болью и эта боль просто сейчас уходит от вас и я вот такое получил ощущение как будто вне укола без боли сейчас сразу все занемело мы еще шли и шли и сестре вали дементьевна я говорю сейчас веду как под наркозом никакой были абсолютно и я после этого служения и уже и садилась и ходил в общем получила исцеление спасибо большое вся слава иисусу за те исцеление которого нам дает пожалуйста лена церковь если вы помните вот сестра лена какое-то время назад мы печатали в нашей газете свидетельство о ее маленькой внучки тогда она была еще в очреве матери и церковь вот молитвенное служение братья сестры молились о том чтобы ребенок нормально родился почему потому что у ребенка пуповиной была обита шейка три раза и при родах могли случиться очень большие проблемы по молитвам верующих тогда рождение этого ребенка состоялось успешно через кесарево сечение в днепропетровске мы писали об этом газете и а вот спустя четыре месяца врачи обнаруживают этой маленькой крошечки дисплазию дисплазия это нарушение развития тазобедренных суставов и ее сразу же помещают в стремена это такие специальные приспособления в которых находится младенец вот на длительный срок обычно помещают детей такие стремена лена молилась она обращалась молитвенное служение домашняя группа юрий юрия хишка молилась об этом братья сестры и и поддерживали и вот проходит три месяца они идут к врачам снимают и стремена и говорят вы знаете практически нет никаких улучшений мы не знаем что вам делать и в течение недели конечно лена была очень расстроена и это был понедельник но в пятницу был знаете день спасения для этой семьи и для этого маленького ребенка что же произошло произошло то что лена сейчас занимается в школе неемья и они посещают молитву двухчасовую она приходит как обычно на эту молитву и там на этой молитве присутствовали братья и сестры с молитвенного служения они пошли так получилось что из комнаты молитвенного служения они опустились комнату детского служения и там во время молитвы господь дает слово знания одной сестре и эта сестра и говорит что ты знаешь у тебя есть непрощение вот и это непрощение напрямую связано с этим ребенком или она тут же упала на колени она поняла что это за непрощение это было непрощение к ее мужу и к ее сыну отцу этого ребенка и эта проблема была и в сердце около пяти лет наверное а вот она говорит я просто в раскаянии упала на колени начала просить бога о прощении о помиловании то есть она вспомнила всю эту ситуацию которая произошла в их семье и вот что удивительно это было пятница но в понедельник когда мамочка я она пошла с маленькой девочкой в больницу врач говорит вы знаете вы резко пошли на улучшение и стремена мы вам одевать больше не будем вам нужна теперь лишь небольшая терапия виде массажей и лена хочет воздать всю славу богу лена несколько слов для церкви спасибо большое тебе господь вся слава тебе вся честь тебе спасибо спасибо тебе за эту церковь за то что ты люди прощайте друг друга потому что это может вот так вот закончится любите друг друга я очень люблю тебя иисус и спасибо 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 мы поддерживаем вас лена еще одно свидетельство я не знаю о чем это свидетельство но скажите пожалуйста благодарение благодарю церковь церковь это тело христа я благодарю за помощь оказанную моему внуку моей дочери семье шлеминых и слава богу все на месте все дома и растут спасибо вам я несколько моральную помощь за молитвенную поддержку мы очень очень ценим очень ценим каждый звонок когда наташа попала в больницу очень было нужно все что вот дано я добавлю несколько слов значит это многодетная семья наталья и александра шлеминых это мама наташи у них и не так давно родился пятый ребенок и в то время когда были роды роды были через кисарево сечения наташи дали наркоз и во время наркоза значит проявилась очень сильная аллергия которая подействовала на ее сердце и сначала врачи думали что даже была остановка сердца то есть это все во время рождения ребенка происходило она лежала на операционном столе вот и все начали молиться одновременно то есть сообщили в церковь сообщили братьям и сестрам но слава господу восстановление произошло очень быстро в течение недели буквально наташа восстановилась здоровье ребенок полностью здоров и вот сегодня слова благодарения от этой семьи всем братьям и сестрам нашей церкви а конечно же нашему господу потому что он наша надежда опора и он наше упование большое спасибо вам спасибо всем друзья это свидетельство о посещении вот эти люди из села николаевка и господь нашел их не так давно около месяца назад наши братья и сестры поехали к ним на посещение эта семья буквально погибала от алкоголизма и наступил такой уже момент когда их должны были лишить родительских прав это светлана а это юрий значит в проблеме алкоголизма они находились более десяти лет как вы понимаете это было очень серьезно для них то есть когда если раньше были периоды остановки то светлана мне сегодня сказала последнее время остановки практически не было понимаете и в этот момент господь постучался в их сердца приехали братья сестры к ним со словом от господа они уверовали в иисуса и говорят с этого момента просто свет пришел вот эта тьма она стала отступать родительских прав их не лишили дети сегодня находятся в детской воскресной школе приехали арсен донильченко и аня фамилию вот аня донильченко из прославления левитов а вот они посещали этих людей сегодня арсен донильченко взял на себя ответственность быть духовным наставником этой семьи и вот вы знаете слова благодарности от них потому что они сегодня восстанавливаются насколько это было серьезно не могли потерять общение с детьми контакт с детьми вот большая травма была бы и для детей в том числе и для них господь и светлана мне говорит вот сегодня мы общались перед служением она говорит что мы получили свободу от алкоголизма то есть это желание пить она их оставила друзья это наши с вами молитвы это наши с вами призывы бога и его имени на других людей большое спасибо вам вы хотите сказать несколько слов слава богу что у нас жизни изменилась спасибо всем спасибо господу за наше освобождение за наши цепи которые сняты с нас с нашей семьи за все за все спасибо вам и будем рады всегда вас видеть они приезжают сюда на служение посещают практически все служения спасибо будем всегда вам рады еще одно свидетельство руслан бондаренко вы знаете что у нас произошли теракты в днепропетровске последнее время вся днепропетровская область гудит президент туда приехал вчера я была в днепропетровске там все его встречали и вот руслан это один из тех людей который непосредственно стал участником этих событий руслан скажи нам как было с тобой я в первую очередь хочу засвидетельствовать об исцелении потому что вот недавно вся моя семья переболела и как бы очень плохо было и я уже как отец я понимал что у моего ребенка температура жены я не мог болеть я все на ногах на ногах две недели когда мне уже стало плохо то я обратился пришел с работы обратился к врачу и мне сделали снимок у меня сказали что у меня двусторонний гайморит и знаете и я не приписали там таблетки начала их принимать но все равно я я понимал что мне нельзя как главе семьи болеть и в среду когда я был на служении у пастора было словознание он сказал что есть человек в зале который долгое время этим страдает и я принял получил исцеление и я буквально я просто понимал еще что мне не хотели госпитализировать ну я занимаюсь адаптация людей которые освободились с мест лишения свободы и у меня есть брат и с которым не очень красиво поступила милиция но мы сейчас не говорим об этом и мне надо было его защищать от организации на суде пятницу я не мог никак лечь и я уклонялся сказал что я не могу потому что мне хотели сделать еще пункцию я сказал что я верю господу иисусу христу чтобы всякой пункции он не исцелит от всякой гамморита и я в среду принял это все и вечером жене свидетельствовать она мне говорит что а у тебя было куда тепло ли что-то я говорю я не ищу тепло не мурашек я жду исцеления от иисуса христа я принял это спасибо господу спасибо вам пастор и в пятницу мы поехали на суд и знаете мы зашли на этот суд и поговорили с помощником судья заболел и мы когда вышли и брат которого я хочу защищать от организации в суде он сказал я вот давай быстрее нам надо было там посылку забрать на славянке и он или давай пройдемся и знаете буквально когда мы пришли на вокзал мы услышали взрывы и потом уже когда мы ехали в электричке я понял как бы я услышал из ну как бы слуха в людей что на том маршруте к на котором мы должны были ехать на улице серого был взрывы на остановке и там люди пострадали я просто увидел божью руку что бог просто отвел нас и защитил я не знаю на каком бы мы трамвае ехала но именно поэтому по этой линии по первому трамвае мы должны были добираться до вокзала но мы прошли через озерку пешком и как бы бог сохранил слава богу за эти все случаи за то чтобы бог милует благословляет во имя иисуса христа и ему вся слава аминь